всем привет сразу благодарю тех кто пишет комментарии под данными роликами благодарю также тех кто оказывает поддержку каналу используя короткую информацию которая написана под каждым роликом мне это все очень приятно особенно приятно комментарии я зачитываюсь просто отвечают далеко не на все потому что не все комментарии содержат вопросы требующие ответа некоторые содержат такие вопросы на которые ответить невозможно все понимают о чем идет речь наверное может быть и нет но в любом случае пишите очень интересно очень приятно иногда забавно хотя ненавижу это слово забавно ненавижу его и не употребляю никогда сейчас вырвалось само наверное начиталась комментарии ну да в общем очень интересно общение это главное что нас с вами связывает и вообще это самое главное в жизни ну кроме музыки кроме культуры широком смысле этого слова про культуру отдельно поговорим отдельный ролик посвященный культуре в целом мы сделаем я сделаю мы сделаем с вами вместе да так вот вопросы были разные и очень часто повторялся вопрос что такое психоделия ну на мой взгляд да что такое психоделия на мой взгляд на мой взгляд психоделий это слово которая такое же общее такое же в общем мало что значущее как и слово обозначающие любой другой стиль там по поводу барокко была большая рубка как и но небольшая такая относительно барокко-барокко-барокко-барокко это очень разная музыка очень разная музыка очень разные композиторы в разные музыканты не одну сотню лет это самая барокко игралась потом это все назвали барокко барокко мужу что такое мы музыка которая украшена различными излишествами виньетками музыкальными какими-то украшу украшательствами в целом вот вот что такое примерно так двух словах барокко и консерваторы от музыки это все не любили зачем это пышность этот пафос это вот это все вот эти вот какие-то виньет очки вот эта резьба по дереву внутри музыкальной ткани это все лишнее это все пошло это все некрасиво и здорово потом стало вдруг это красиво здорово и интересное мы все это любим вот так вот вот вам и стиль то же самое с психоделее что ну тысячи музыкантов тысячи музыкантов играют музыку которая укладывается в определение психоделический рок далее там психоделическая музыка они все абсолютно разные но объединяет их наверное очень общо если сказать очень общо это выход за рамки выход за те рамки которые ограничили в свое время рок-музыку ограничили достаточно жестко и любой выход любое тембральное разнообразие привлечение новых инструментов не характерных для рок-группы это стало называться психоделее а выход за рамки это очень широкая штука да это смена стилей это ломка привычной структуры песни и психоделее может быть и вообще без мелодии до пей песни какой-нибудь музыкальное произведение может быть с мелодией такой которая неожиданно обрывается потом начинается новая мелодия потом начинается рефрен исчезает и рефрен превращается во что-то третье уже мысли вычитать куплет и рефрен да потом раз что-то третье не проигрыш гитарными как было заведено куплет припев куплет припев проигрыш куплет припев кода вот вам схема контрольной песни до появления психоделической музыки психоделее это также это не не то что называется убогим термином арт-рок или прогрессив рок это когда используется элементы классической музыки использует используется элементы там старых произведений классических там 19 18 18 16 века я не могу назвать это прогрессив роком потому что какой же это прогресс если мы играем старую музыку ну и что что на новых инструментах музыка то старая все равно это не про это красиво здорово мне я люблю очень очень приятно но это не прогрессив рок а психоделее это выход за рамки и одной из самых показательных групп наверное современных играющих психоделический рок я могу назвать не мая блади валентайн который вот у меня тут стоит ждет своего часа а группу которая называется очень просто очень просто она называется king desert and the lizard wizard австралийский коллектив который выпустил массу альбомов и само существование этой группы она является определением психоделического рока потому что ну невозможно прослушав одну пластинку сказать нравится вам группа king desert и desert and the lizard wizard или не нравится потому что пластинки настолько разные настолько в разных стилях играет группа как никто никто ничего подобного до этой команды не делал но мало того что пластинки разные внутри каждой пластинки все песни разные в абсолютно разных стилях выходящие за рамки всего каждая песня выходит за рамки она сделана каждая песня сделана неправильно с точки зрения классического продюсерского радийного подхода к песне крок песню неправильно тоже и припев не в том месте и инструменты вдруг появляются неожиданно зачем-то продюсер скажет это лишнее это ли он привет от барокко это лишнее это лишнее украшается зачем здесь ситар нафиг он нужен и вот так вот много 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 всего и все неправильно но все дико красиво дико интересно обалденно просто группа потрясающая и каждый и вот и я больше невозможно послушать один альбом два альбома три альбома послушать king ishart and the lizard wizard и сказать нравится мне группа или нет потому что четвертый альбом будет другим и пятый альбом будет другим не так как у дэвида боу и который в принципе все равно дэвид боу и где-то это тоже все king ishart но если сравнить вот этот альбом например с например вот этим вы не найдете вообще ничего общего ни в тембре голоса не в звучании инструментов ни в чем совершенно общее здесь одно это выход полностью за рамки и юмор и свобода музыкантов которые все это делают количество альбомов у группы достаточно серьезно достаточно много у меня их очень мало хотя я стараюсь брать все что мне попадается но их конечно мало потому что например в 2017 году группа поставила себе в начале года группа поставила себе цель записать 5 альбомов в год и они это сделали 2017 году было выпущено 5 альбомов и когда стрелки часов уже подходили к тому чтобы перескочить нам всем в следующий год в 18 вышел последний пятый альбом вот этот гамбут суп суп из резиновых сапог который я хочу сегодня вам показать потому что я его безумно люблю он очень хороший крички пишут следующее что четыре альбома было записано в числе их вот этот самый murder of the universe вот кстати о стилях вот два альбома то что называется прогрессив рок страшное вот это слово вот это сложное построение вот эти вот безумные какие-то таинственные замки из тумана вырастающие виртуозная игра на инструментах сложные мелодии смена гармонии смена размеров смена ритма все все вот так вот сложно 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 пафосного два альбома вот этих вот бабах зафигачили от маргарда universe как раз семнадцатый год я не ошибаюсь тоже в этой пачке был выпущен и другая была музыка и крички говорят что вот это самый гамбут суп который вышел в последнем пятом 2017 году это просто набор песен которые не вошли во все остальные четыре альбома и казалось бы что это но не то чтобы отбросы но не вошла песня в альбом по мне не понравилось и тот же критик пишет что с одной стороны можно сказать что это тело как такие вот забракованные не вошедшие в ранние альбомы в прежние альбомы песни а с другой стороны пластинка звучит как набор супер хитов и это действительно набор супер хитов это удивительный альбом невероятной красоты как всегда в разных все стилях кстати вот если сравнить вот эту пластинку и вот эту которая вся в условно говоря в стиле хэви-метал выполнена я не отдельно потом поговорю это абсолютно точно разные казалось бы разные группы но вот эта шикарная совершенно вещь она с одной стороны и напоминает beatles местами местами в отдельных песнях ну в этом нет ничего страшного потому что покажите мне как любую группу которые не напоминают beatles они все напоминают beatles так или иначе включая мою любимейшую сепультуру кстати говоря который я тоже поговорю еще в свое время первая песня beginning's luck ну просто привет от там или на rigby или там от альбом револьвер но но все очень современно все очень современно мягко красиво удивительная мелодия клавиши гитары и все прозрачно прозрачно весело но бац все равно ближе к финалу врубается гитара софта вау с клаком с вибрато и она все портит с точки зрения продюсера потому что нас чего вдруг такое идиотское абсолютно слова просто шизофреническая идет привет от сида баррета такой пришел никакой продюсер вменяемый конечно не не примет этот материал и слава богу потому что это очень здорово нам не нужно вот эти вот рамки green house hit death следующий номер после вот этой красоты первой песни вдруг гитара с фузом и тяжелый рок пошел тяжелый рок со страшным причем ситаром хотя здесь в кредитах я не обнаружил ситара 100 макензи играет на гитаре синтезаторе перкуссии далее ударный бас гитара гитара ступает конечно макензи главный как бы человек в этой компании но отчетливо звучит ситар с клавишами с органом зафузованные гитары у ломовые барабаны тяжеленная катящаяся рифовая песня с чего бы вдруг после этого почему вы перескочили в другой стиль непонятно бэрфурт десерт красиво сложно здравствуй джентл джайант где-то там хотя и женский вокал но тем не менее построение такие ума умодробительные умопомрачительные вокальные но очень приятно и хорошо здорово и конечно дальше идет мадио то называется песня снова рифовый рок тяжелый закатящийся драйвовый с отличным рефремом риф рефремом рефреном запоминающийся сразу ложащийся на ухо кстати говоря группе кен гизард анда лизард визард пишут следующее что вы можете прослушать 15 альбомов и реакция у вас будет следующая дико все понравилось обалденная музыка но ничего не запомнил а потому что очень много мелодий очень много разного очень много звуков очень много всего 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 и все это выход за рамки это никаких ограничений в принципе нет музыкантов что хочу то и играю superstition после мадио то просто полет красота прозрачность лирика все замечательно down the thing немножко по драйвовый напоминается какие-то в рифах есть что-то такое от же тратал такие какие-то староанглийские какие-то такие штуки фразы но вокал абсолютно другой абсолютно не так все все не так все неправильно ну и после надо он the thing the great chain of bang самая тяжелая песня на этом альбоме просто напоминает даже вот эту пластинку то есть просто какой-то хард-рок переходящий в металл с ревущим голосом с гитарами со всеми делами просто а мелодия все равно вот такая вот вот такая вот нет непростая скажем так нетрадиционная ориентация мелодическая здесь совершенно the last уэзис понятно что это красиво очень хорошо all i know он снова пошли в рог причем еще яростнее чем the great chain of bang еще яростник под конец как дали all i know он с криком со всеми делами аль слепимин понятно что немножко можно подремать подремать в удовольствие в удовольствие приятно нежиться отлично это уилл это уже полное то что привычно называется психоделия это парящая летящая музыка парящий летящий голос с повторяющимся рефреном в конце и в конце рефрен повторяется бесконечно бесконечно и выключать его не хочется потому что невероятно все красиво кингиза and the lizard wizard одна из самых показательных групп современной психоделической музыки она сама по себе является чистой психоделией психодели и кстати от слова душа да они от слова псих так что самый гамбут суп я рекомендую для начала если кто не слышал никогда эту группу для начала можете послушать вот этот альбом 17 год 5 пластинка выпущенная в семнадцатом году очень хорошая музыка пошел пить пока